Россия скупает золото. Не только из-за санкций. Логотип. Россия скупает золото. Не только из-за санкций. Накей. Япония. Такая Юки-Танака. Такая Юки-Танака. РИА Новости Олег Ласточкин Россия, которая находится на пятом месте по золотовалютным резервам, приступила к активной скупке золота. По информации МВФ, ее запасы золота за последние пять месяцев значительно выросли. Поэтому показатель ОРФ уже обогнала Китай и Швейцарию. Дело в том, что Россия испытывает опасения по отношению к доллару и евро в связи с санкциями, вызванными ситуацией на Украине. На фоне увеличения долговых обязательств ведущих стран Кремль пытается снизить финансовые риски благодаря перераспределению инвестиций в золото. МВФ сообщил, что золотой запас России на конец августа составил 1112,5 тонн. С января он увеличился на 77 тонн, то есть вырос на 7% за 7 месяцев. Доля золота в золотовалютных резервах выросла с 8,3% до 9,8%. На это повлияло ухудшение отношений с Западом в связи с украинским кризисом. После мартовского присоединения Крыма с США и ЕС ввели антироссийские экономические санкции. Обороны и другие предприятия лишились возможности рассчитываться в долларах. Существует опасность, что новые санкции ударят уже по экспорту энергоносителей, расчет за которые также осуществляется в долларах. 70% золотовалютных резервов России составляют доллары и евро. Администрация Путина, взявшая курс на обострение противостояния с США, решила снизить зависимость от этих валют с целью противодействия санкциям. Была ускорена реформа золотовалютных резервов. С одной стороны, РФ стала покупать больше золота и китайских юаней, а с другой – снижать долю долларов и американских государственных облигаций в своих резервах. Снижение цен на золото способствует этому процессу. На рынке сохраняется тенденция к продаже золота, по которому из-за прогноза Совета управляющих Федеральной резервной системой о скором повышении процентных ставок не выплачиваются проценты, в связи с чем в сентябре его цена впервые в этом году упала до нижней границы. В результате Россия оказалась в благоприятных условиях для покупки золота. Эксперты полагают, что РФ пытается избежать негативного влияния западных финансовых проблем на российскую экономику. Путинская власть, которая удавалась избегать финансовых осложнений благодаря доходам от нефти, с беспокойством наблюдает за увеличением долговых обязательств Запада. Можно сказать, что за счет увеличения запасов золота, которое считается международной валютой и на которое никак не влияют финансовые проблемы государства, Россия надеется преодолеть предстоящий мировой финансовый кризис. Во время экономического форума в Санкт-Петербурге в мае президент Путин заявил журналистам, что важно накапливать золотые валютные запасы рациональным и безопасным способом. Большинство экспертов полагают, что в ближайшие годы Россия продолжит скупать золото. Есть мнение, что до конца года Центробанк приобретет еще 200 тонн этого драгметалла, поскольку пока доля золота в российских золотовалютных резервах относительно невелика, сравните с Францией и Германией, где она составляет 60%. Китай, укрепляющий экономические отношения с Россией и критикующий антироссийские санкции, также в последние годы наращивает запасы золота. Если две крупные державы, конфликтующие с Западом, продолжат переходить на золото, позиции доллара, являющегося ключевой валютой, могут пошатнуться. Оригинал публикации. Опубликовано. 4 октября 2014 года 1850.